так доброго ранку футбол поехали зараз выплющу интернет чтобы он меня не заважал так не завжи по чемпионатам потом потом трохи новин апл и свечтаун ман юнайтед увидели да ипсвич какой порядке ну и все еще должен был выиграть у них были моменты и вот этот черненький омари хатчинсон какой гоу красивый забил рашфорд быстро отметился там скорострел да как говорят сексе скорострел женщины не любят скорострел ну вообще разобрал ман юнайтед ман юнайтед не взлетал не взлетал вот это может его купили за много миллионов спортинге кстати вчера лаборатория футбола есть такой подкаст делали хороший обзор по конвейеру этого спортинга они там на полмиллиарда долларов за последние лет 15 продали игроков вот это сейчас есть этот президент он на 45 миллиард миллионов плюс идет а перед ним был президент клуба который спортинг подымал из долгов огромных после строительства стадиона и он наторговал там примерно на 250 миллионов вот учиться надо у кого оттуда что эти всякие вышу фигу христиан и наши роналда и ипсвичтаун показал манчестеру вообще есть уж дома вполне несодержательная команда мягко говоря то не могут и нам в выезде ляпнуть саундгемптон ливерпуль ну все как и предсказывал как и предыдущий матче там принципе ливерпуль сюда задавал тон ну саундгемптон чуть-чуть показал зубы евро саундгемптон дома хорош и все равно с кем играть вышли вперед но этот салах здесь спрашивают селекционеров украинских вот если бы я вам привез атакующего крайка с египта метр шестьдесят пять ростом вы бы его взяли в команду нет даже бы и не рассматривали вот подхода а в ливерпуль он попал и лучший правый хав на протяжении лет десяти в мире вот такая у нас селекция dubin the table называется это английский такой специфический ну салах сделал свое дело 32 ну ливерпуль будет чемпионом в этом году рационально плюс один мяч никаких 5-0 никаких 60 плюс один зато всех выносят так ну что там еще по вчера было посмотрю а вчера было всего два матча эти да сегодня будет не указа в эсхэм но это всем кому на добавочку так по таблице что у нас там таблица ну ливерпуль тридцать одно очко тридцать одно монсити на 23 но заман сити там целый выводок аж по сути по сути до десятого места там все плотником вот эта конкуренция до десятого места да даже по большому счету до одиннадцатого места браво так ла лига ну все как и предсказывал атлетик смотрел матч хороший матч ну да там эти черненькие тягали братья вильямсы атлетик лучше был реал соседат игру навязывал свою но атлетик лучше был забили и хороший мяч этот забил белобрысы у них центр форвард сансет мы там все сделали другие игроки скоростная команда бежит вот смотрел матч штутгард играл прокомментирую дальше вот посмотрите крайнюю игру штутгарда два мяча как забили одно касание гол два касания гол штутгард сплошной вертикальный футбол крайние латерали и 20 центр дефа должны быть сейчас прекрасным пасом возвращается все на круги своя футбол вот этого тики таки кстати вольфсбург играет например в тики таку вот этого гвардио она умирает но она это специфический футбол это как просто должен быть комплекс действий отдельных но это не должно быть панацеей какой-то леганес реал мадрид но леганес сопротивлялся долго они там мучились первый тайм дергались кильян бопе вечно забегал в эти свои асайды хорошо сыграл этот винисуус однозначно на потом вальдеверде и билингем добили 3-0 в итоге ну как и говорил в общем по валиги вчера что говорил то она все сыграла севилья бахнула рая валикана забили и осасуну смотрел осасуна там они сначала вели по моему 2-0 анте будимир забил хороший такой хорват с неба звезд не хватает трудяга в каждом сезоне забивает 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 ну а потом вильяреал взяли за свое дело баяна вышел под на замену забил и самом конце пеналтия марена забил 2-2 прогнозируемая вчера у лига была поэтому переходим легким движением руки в бундеслигу бундеслига мюнхенгладбах сан паули ну сан паули был проходной двор играли высоко защита их быстро разрезали по сами могли забить больше забили 2 и слава богу могли забить много хайнштайн майнс я не смотрел не было еще повторов ну как я предполагал майнс от оборонки закинули свои три по ну вчера давал расклад полный как оно должно было и что там еще вчера было а ну штутгард перед этим я комментировал от вольсбург и штутгард отмечаем что вольсбург играет они играли в субботу но я сейчас посмотрел с унионом вольсбург чаще сейчас перескакивает извиняюсь вольсбург играет в тикитаку хотят это умная играть такой испанская ну выиграли могли больше забить у него ну хуже выглядел и шутгард богу посмотрите как играл штутгард вертикально мои аплодисменты штутгарту и вот этот мне понравился мальчик юстин диль черненький 17 номер блин ну хорош просто он вышел на замену открывается по зонам хорошо бежит мальчик с большим будущим коротконогий юстин диль черный как обычно черный так кто там на первом месте у нас ну бавария 29 на втором айнтрахт айнтрахт в этом сезоне будет хорош выстрелит у них молодая команда играющая но сейчас и штутгард подымется штутгард начал играть и оживут начиная рб левцы как обычно третьими так серия а вчера кстати площадка хорошая вышла про тренера ромы нынешнего как он шел к этому как он подымал команды как он уходил какие у него были успехи неудачи площадка плюс рекомендую там это четыре россиянина автобиографию читать но довольно таки интересно на секундочку возьму паузу ну в принципе вчера все что говорил как бы сыграла до копеечки джену окалери веера принял команду бедно команду он обновил много вышло тех кто сидел долго на бане кстати и в кроме так вышли многие хуминс вышел например жена открыла счет у этих у калери было два пенальти калери вообще неплохая сейчас команда они вот с миланом только играли милан еле или ноги унес 2 пенальти поставили в ворота джену а джену а виллу счете мне не пол понравился там у них у джену а справа этот играю сейчас 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 играет какой-то скандинав белобрысы вот он мне понравился может он на замену выходил так баба летели они до сих пор как-то не выпускают ну в общем неважно вот это он очень хорошо прилично смотрелся ну и тот кто забил в голову фабио моретти довольно таки неплохой парень ночью у джену и надо что-то делать покупать игроков привозить мужа глубины скамейки даже и пиасоноса стала нет потом был матч этот как его ферренти кома феррентина кума старались но феррентина на классе забила свои два от оборонки и там это десина дли забил он в аренде находится и это черный мой зискин но мой зискин каждом матче забивает у кома не было даже вариантов жалко этого фабригаса но они еще не в зоне вылета это уже хорошо я думаю до середины не доберутся у него ставка на двух нападающих которые долго отыграли в серия ну кутрон и еще один там я думаю вытянуть ситуацию тарина монца был переполненный стадион на коммунистов из тарина быков ходят все решили у тарина и у рома один цвет формы это цвет коммунистской партии италия это команды социалистов за тарина болел тольятти был такой коммунист хорошая игра была команды обменялись мячами и принципе мазина и джури забили но на этом оно и закончилось как говорил так и было не ожидал даже от себя что такой прогнозист напали рома ну что там два играли моих подопечных один стоит миллиард долларов это хвича и хвороцкелия из рубина а второй столбик он же долбик мы увидели игру долбика да ну что-то комментировать можно чи 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 это наше натхнение ну не должны игроки с такой координацией вообще играть футбол он должен с ним заканчивать спасибо долбику шоу не было ничьи там на было умудриться в перекладину попасть куда угодно во вратаря в створ ворот только не перекладину но он попал перекладину и спас напали от ничьи больше что-то внятное сказать от долбики ну бегал дышал воздухом пел песню вечер в соренто на один раз в конце там пытался слева что-то ляпнуть ближний угол но это все смешно бы он он никакой зовут его никак пустое место столбик долбики даже ручки которые раньше были место вместо вместо звонков было было стучать до долбик был что с этой ромой делать я не знаю там надо перестраивать всю команду середины поля нет и анхелине стух он сейчас не бегает так в атаку и хвича этот в первом тайме минут 20 еще ничего смотрелся пару пасов были внят а потом их вичу этого съели в общем там на первом месте на поле там за ним идут целое стадо сейчас таблицу посмотрю напали 29 а за ним идут будет даваться до 6 место все по 28 вот это конкуренция так ну ватсо ну ватсо и болоня огрызала до 68 минуты а потом латсо их щелкнули у барони хорошая команда играют за него рубятся прекрасное отношение с коллективом первый сезон так часто бывает и и заканья потом и фисайо забили там там смотрелась победа при том что болоня в порядке болоня побега заполучил карточку сегодня эмпали удина ну сложно сказать но больше смотрится удина так шо еще не комментировал лигу 1 до лига 1 в принципе как и предполагал там вчера три матча были лили бахнул рэн 1-0 а сыр бахнул анже но были тяжелые матчи нелегкие прогулки а вот нант видите два и нант внизу и гавр внизу это соседи это борьба за шестьячей но нант проиграл гавру по по игре гавр больше был мотивирован но принципе из этих трех матчей один как бы чуть чуть не так канарейки подвели считал что все таки они возьмут свою тайну и ница тяжело проигрывая 1-0 бахнула страсбург 2-1 принципе все что сказал по по франции а франция сложная на обычно прогнозах все в точку так лигу 1 сказал сериал сказал бунт сказал апл сказал лалигу прокомментировал новости новости что там записывал чуть-чуть для вас дорогих моих подписчиков так-так-так ой господи ну тогда в этом спортинг вчера лаборатория спортинг рассказывалось о том как они дьокериша реанимировали дьокериш поехал в британию в англию начал лазить по этим чемпионшипом они его вытянули с чемпионшипа и помыли подучили и беги и дьокериш сейчас реально 80 миллионов на продажу вот этот стоит 80 миллионов но не хвича хвича хвороскеля на площадке рассказали автобиографию раньере получил удовольствие послушал на одном дыхании они часто делают биографии знаменитых футболистов либо тренеров часто он закладывал фундамент команды уходила команда выстреливала после него ну в принципе у него титулов достаточно он и в италии кубки брал в испании брал кубки заложил фундамент той знаменитой валенсии которая потом с купером выиграла в европе шухер навела челси заложил закладывал фундамент тот же самый лестер апл взял он же и нгалок анте и мареза и других ребят ноу неймов раскрутил да поэтому раньере конечно он просто что ли пожилой дядька хотя вчера стоял на ногах да не уже дало часто бывает тяжело стоять на ногах хотел посмотреть вереса вереса александрия представьте я могу любой матч посмотреть бразилию на пиратских сайтах все что угодно кроме вереса александрии не было что они прячут непонятно то они вообще должны молить бога чтобы я их посмотрел но они там сыграли в ничейку не нашел представьте не нашел стрим пиратский вереса александрия ужас и смотрел там номинацию лукаку ну титул лукаку оказывается в десятом году в бельгии был приз лучшему темнокожему игроку представьте расизм какой лучший темнокожий игрок бельгийской пролиги и хочу замечание сделать может меня будет смотреть журналисты из днепра они все че брали интервью уже не этого селезнева евгена селезнева как якого свидетельного футболиста героя украины цей герой на третий реки вины вы были уже бои на территории украины на донечке поехал грады за кубань российской федерации и вы у всего недолго евгена берете интервью я кого-то с героя я больше вот этих мудакову те шо вышиванках сидели там без смотреть не буду принципиально просто ганьба гиддота ну а так принципе все всем хорошого дня всех обнимаю сейчас за вантажа ванябур